Издательство Эксмо. Практическая психосоматика. Артём Толоконин. Читает автор. Глава первая. Почему я? С такого вопроса я начинаю свою книгу. Его задают себе все, кто заболел. Особенно те, кто заболел тяжело. Особенно если заболевание начинает влиять на качество жизни. Этот вопрос задавал себе и я, когда у меня начались проблемы со здоровьем. Моя жизнь показывает, что болезнь — это не наказание, а огромный подарок, но только если воспринимать его как отправную точку в долгом путешествии на пути самоисцеления и самопознания. На этом пути мне открылся удивительный мир психосоматики. И в увлекательное путешествие по нему я вас и приглашаю. В процессе прослушивания книги вы получите инсайт. Богатый мир психосоматики откроется перед вами. И вы начнёте осознавать тайный смысл вашего заболевания. Мне крупно повезло. Я заболел очень рано, в 11 лет. Теперь, спустя годы, я считаю свою болезнь подарком, который был уготовлен мне судьбой, и это предопределило последующие позитивные изменения в моей жизни. Болезнь — это один из самых лучших способов саморегуляции в возвращении человека к самому себе. Это путь трансформации, гармонизации и развития личности. В природе нет ничего негармоничного, и болезнь тоже один из видов проявления этой гармонии. Она побуждает человека начать разбираться с самим собой. И истинное врачевание, с моей точки зрения, заключается в том, чтобы направить человека по пути личностного и духовного развития. Поверьте, самое интересное, что с вами может произойти, это ваша болезнь. Казалось бы, парадокс. Но так оно и есть на самом деле. Но только в том случае, если вы не застреваете на самобичевании, на поиске ответа на тот самый злочастный вопрос «почему я?». Ответов можно себе напридумывать самых разных, найти такие причины своих болезней, которые еще больше будут зацикливать и тормозить вас, уводя в сторону от осознавания смысла заболевания. Благодаря своим недугам я из школьника превратился в человека, который получил среднее и высшее медицинское образование. Стал разбираться в цирительстве, в восточной медицине. Получил специализацию психотерапевта, психиатра, сексолога. Защитил диссертацию. Открыл авторскую клинику Неовита, хотя частную практику начал еще в 16 лет. Именно благодаря болезни я создал, в чем мое призвание. И по прошествии множества лет я понимаю, что человеку, который заболел, важно переключиться с вопроса «почему я?» на вопрос «для чего?». И расшифровав тайный, поначалу непонятный смысл заболевания, при помощи специалистов, или этой книги, или книг других авторов, обрести совершенно иное представление об этом мире и о гармонии, которая есть даже в болезни. Вы должны понимать, если есть проблема, значит, есть и ресурс для ее разрешения. С болезнью не надо бороться. Люди часто борются сами с собой и всегда проигрывают. У кого нет болезни, у того нет и запроса на личностное саморазвитие. Уверен, что эта книга станет для вас ответом на вопрос «для чего?». И начну я с того, что расскажу, почему и как я пришел к пониманию того, что психосоматика является важным разделом современной медицины, хотя возникла она и не вчера. В свои 11 лет я, конечно, ни о какой психосоматике еще не знал. У меня просто регулярно болел живот. Болел сильно, периодически меня тошнило, возникала изжога. Проблемы были настолько серьезными, что дело дошло до госпитализации. В больнице мне был поставлен диагноз. И не один диагноз. У меня обнаружился целый букет проблем с желудочно-кишечным трактом. Эрозимный гастрит, синдром Жильбера, дискинезия желчеводящих путей. И все эти, в кавычках, «радости жизни» с этим связаны. И хотя я находился на жесткой диете, стол номер один, принимал целую кучу медикаментов, через полгода у меня вновь произошло обострение, районный гастроэнтеролог поставил меня на учет, а через год пришлось снова лечь в больницу. И вот, когда я уже на второй раз оказался на больничной койке, я стал задумываться над вопросом, а почему я снова болею? Я принимаю таблетки по расписанию, ем только то, что рекомендовал мне врач, а мой организм почему-то продолжает давать сбой. Да-да, мысль о том, что здесь что-то не так, впервые пришла мне в голову именно лет в 12. И именно она побудила меня искать альтернативные пути для восстановления здоровья. Потому что традиционный путь, который мне предлагали врачи, не давал должного результата. В больнице я мало-помалу невольно начал приобщаться к миру медицины. Пока в качестве любопытного пациента стал интересоваться физиологией и анатомией человека. Сутью тех процедур, что мне назначали, составом таблеток, которые был вынужден принимать. Особенно мне запомнился обход профессора-гастроэнтеролога Филина в детской больнице номер 3. Все врачи, дети, пациенты смотрели на него как на Бога, ловя каждое слово. И когда профессор на обходе сказал, что мне надо требовать от медсестры не одну, а две ложки альмагеля на ночь, то я начал четко следовать его инструкции. Но даже две ложки не решили проблему. И после выписки, несмотря на то, что я сидел на жесткой диете, у меня опять начал болеть живот и появилась изжога. Это был конец 80-х. И все новое передавалось через книги или через статьи в журналах, или в перепечатках из них. И вот как-то мне попался в руки журнал, в котором была статья о системе раздельного питания. К тому времени я разбирался в анатомии и физиологии человека немного лучше, чем многие мои сверстники. Школьный учебник анатомии за 8 класс я студировал год на 2-3 раньше. Это был первый осознанный посыл, которому меня подтолкнуло мое заболевание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова